Гомельчане могут отправиться в шаровую Украину, где все в шоколаде. В музее Гомельского палацево-паркового ансамбля открылась международная выстава, присвеченная мастерству шоколадье. Первой солодкой скульптуры увидела Ганна Корольчук. Рояль, люстерка, фигурки пингвинов и панд, столовые приборы и все шоколаду. На выставе у Гомеля его используют не в качестве десерта, а как материал для творчества. Организаторы The Art of Chocolate International уже наведали больше за 20 городов света и познайомили с солодким мастерством миллион глядочов. Представленные экспонаты изробили за 4 месяца специально для показа в Беларуси. И на их поишло больше за 2 тонны шоколаду. Самый великий объект – двухметровая Эйфель-Вавежа с 65 килограммом горкого шоколаду. Чтобы экспозиция не растаяла, в помешкании потребуется постоянная температура 22-24 градусов тепла. Термин заховывания кожного вырубка около двух годов. Трясемся над каждым экспонатом. На самом деле это очень сложно. Видите, какие у нас мелкие детали, это все непросто на самом деле. Поэтому хотелось бы, чтобы сохранилось и пожелано подольше. Но у нас есть экспонаты, которые можно трогать, поэтому мы постоянно их пополнять будем. Ничего страшного, чтобы люди убедились. Зато я смотрю, у многих скепсис в глазах. Ой, нет, нет, это не шоколад, это что-то, я боюсь. Это, наверное, только покрытие. Нет, на самом деле практически все шоколадные изделия целиком сделаны из шоколада. Где-то облегченный вариант, но в основном это... Майстры выкористовывали больше за 10 разных техник работы с шоколадом. Дякуючи им, вы увидите шоколадных панд, пингвинов и фламинго, белый шоколадный рояль, ядомый обуток, одень и кухонный посад. Все выглядит так привабно и правдоподобно, что тяжко утриматься от жадания попробовать какой-нибудь арт-объект на густ. Особливо тем, кто выросил сгулять в шоколадные шахматы эти шашки. До речи сирот экспонату есть работа гомельских кондитеров Дмитра Антипенко «Морский волк», которая в минулом ходе отримала бронзовую медаль на Кубку света по кондитерским мастерству Лексимбургу. Темперирование – это одно дело, плюс еще надо тоже, если чуть не доварил, все, оно не застынет. Чуть передержало, но наоборот станет хрупко. Ну, тоже есть всякие свои моменты. Слепить, придумать – это одно дело. Самое главное – довести, чтобы оно не развалилось. У меня два раза было такое, такой несчастный случай, два раза. Привез, был на выставку, все выставил, буквально 15 минут простояло, и оно просто развалилось. Как бы было, да, до слез обидно. Ну, что делать? Нет, ничего, уже все, оно упало, все, разбилось, уже ничего не сделал. Для оформления выставы выкористали специальные 3D-фотостенды. Коли робить с дымки на их фоне, можно отримать реалистичный эффект присутности объектов у один и просторожь человеком. Организаторы обидают наведовольникам шахматно-шашечные турниры. Розыгрыш килограмма натурального шоколаду, майстер-классы и многое інше. Мы будем давать возможность нашим маленьким посетителям, и не только маленьким, попробовать шоколад, безусловно. Мы хотим организовать кубок, скажем так, для всех молодых, и не только молодых, влюбленных людей, у которых все в шоколаде, для того, чтобы потом преподнести им целый килограмм шоколада. Мы хотим организовать мероприятие и 8 марта, и в День влюбленных. Наведать шоколадную выставу у Гомеля можно до 31-го соковика. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокампания «Гомель».